100 лет все только начинается. Сегодня прошел торжественный концерт в честь векового юбилея газеты «Алтайская правда». О том, как это было, смотрите в следующем сюжете. Газета «Алтайская правда» появилась в 1937 году, но сама редакция ровно 100 лет назад. Крупнейшая по тиражу газета в Сибири отмечает вековой юбилей. На торжество пришли журналисты разных поколений, чтобы отдать дань уважения родной газете. Она не делится на тех, кто работал в прошлом, кто работал сейчас. Это единый коллектив, единый организм, единая душа. Какой характер вы идете сейчас? Живой, непосредственный, ершистый, иногда капризный, иногда критичный, иногда добрый. Но это как сама жизнь, такая газета «Алтайская правда». На праздники наградили сотрудников редакции. Рядовому читателю сложно представить, сколько людей трудится над одним выпуском. От главного редактора до водителя. Почетные гости рассказали о том, какую роль играет алтайка в их жизни. Так глава региона Александр Карлин отметил, что в детстве учился читать на текстах алтайской правды. Это газета, которая адресована людям и которая говорит о проблемах людей. Реальных, животрепещущих, сегодняшних, близких к каждому жителю Алтайского края. И в этом, на мой взгляд, и заключается уникальный феномен алтайской правды. «Алтайская правда» всегда славилась своими журналистами. Они-то и писали историю этой газеты. Сегодня почести отдавали не только нынешним журналистам. Большое внимание на праздники ветеранам газеты, которые создавали редакционную атмосферу Алтайки, каждый в свое время. Вы увидели, что как мы встречались, и как мы обнимались, и как мы радовались. Но это же само за себя говорит, что у нас в коллективе люди проработали от 20 лет. И, по-моему, 70 лет проработал наш электрик, никуда не уходя. «Алтайская правда» уже давно стала летописью истории региона. Потому что на следующий день после печати газета становится документом. Вадим Слюсарев, Александр Морозов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин